всем привет я снова на кухне собираюсь готовить обед мы с ромашка уже в общем давно проснулись отдавит кейсом все в кровати валяется саша спит с ночью отцепной у него сегодня последняя ночь была теперь впереди два выходных что собираюсь готовить хочу приготовить картошечку потушить в общем у меня есть куриные окорочка ножки куриное мяско и в общем картошка как обычно все мы сейчас будем вместе готовить поболтаем немножечко сегодня ночью схватила у меня опять судорога давно у меня уже этого не было в общем теперь нужно начинать опять магнезить теперь хожу по храму настолько больно было что в общем иногда это проходит безболезненно иногда прям в общем больно поэтому нужно магнезии опять начинать пить я уже последнее время вообще никакие витамины не пью кроме коллагена коллаген пью до по утрам и так сейчас я я в общем шкуру с курицы я всегда снимаю я не готовлюсь куриц ой с кожей я обычно всегда с окорочков снимаю кожу мне как-то так и не знаю почему но хотя к скоту с кожи конечно она вкуснее там поджаривается и всякое такое но я уже давным-давно это это не то стараюсь без нее готовить во первых это надо опаливать опаливать я не хочу доставать паяльник во вторых как-то не знаю по мне мне кажется вся грязь в этом хотя в общем у каждого свои заморочки да так что насчет витамин да надо начинать пить но я сейчас начну знаете я коллаген также продолжу пить и магнезиум начну пить и омега-3 наверно начнет надо начать пить потому что я последнее время вообще полностью от всех витаминов от этого ла отравок витамин вообще ничего не нет они ну как-то думаю сделаю перед их потому что все равно же организм привыкает к этому по всему и я периодически делаю паузу вот мои ноги дали о себе знать у меня это началось знаете судороги с какого времени вот я была беременная ромкой до этого у меня никогда не было судорог никогда вообще жизни вот я когда была беременна ромка у меня началось и после того я постоянно пью ну как постоянно ну попью пропью курс потом перестаю пить и вот так вот потом кто-то мне подсказал что еще когда судороги начинается вот ты лежишь в кровати на обычно у меня всегда это ночью происходит не знаю кого как у меня всегда ночью происходит нужно ноги вот так выпрямить и вот так вот ступни поджать и судорогой сразу отпускает ну не руками это ногами нужно сделать ноги ровно лечь ноги вот так вот прямо и выпрямить ступени вот так вот как бы вытянуть получается и судорога пускать на самом деле действует я уже много раз так делала у меня начинается судорога я так сделала раз она сразу отпустила все все сразу прекращается в общем кто страдает вот этим попробуйте действительно действенный способ я никогда бы не подумала ну на самом деле помогает вот так вот что еще так у меня были там какие-то вопросы да мне спрашивали где я раньше работала у меня спрашивали это видимо новая еда зрители кто пришел старички то все знают я уже много раз рассказывала я написала что последнее место работы у меня было ну если не считая дарит марта что микс марте последний раз там две недели подрабатывал как выходила на работу так скажем вообще рыба была последнее место работы а так перед рывы до декрета я работала микс маркетинг на кассе ну как бы это такое самое мое долгое место работы и так скажем родное многие пишут ой да ну этот микс марк что там типа платят что там это мне честно вот и из всех мест работы что я работала в германии я вам скажу мне нравится под до сих пор как-то по душе макдональдс мне понравилось потому что ну там движуха да вот это вот не надо стоять ждать вот а я люблю такое чтоб он пришел на работу и прям прям работать сумасшедший человек и этот я там тоже на кассе кстати работал макдональдс и и микс маркс микс марте там всегда работа есть да даже если нет клиентов такой такое редко бывает покупатели если нет то ты там в лагере разбираешь сюда товар раз раскидываешь ну как бы работа всегда есть мне это нравится плюс коллектив ну в основном там наши все как-то интересно праздники все как-то вместе дружно ну в общем мне мне нравится макдональдс вот мне нравился на макдональдс ассистентом интернационал там кого только нет мне нравилось хотя саша как-то при первом в общем при первой возможности он меня оттуда вытащил сказал мнение не давай ну не позвали микс марта я пошел микс марк назад вернулась так сказать я уходила на когда на шпак курсы получается я работал в микс марте запуталась наверно работал микс марте потом мне нужно было сделать шпак курс обязательно чтобы получить бессрочные этот удостоверение чтобы здесь жизнь да и потом после шпак курсов я пошла работать миг ой макдональдс потом макдональдс я работала работала потом пошла опять вернулась микс марк вот так курочку я порезала пополам сейчас обжаривается сок выкипит и будет обжаривать лучок порезала щенку эту картошечку чистить ну что готовлю картошку нарезала большими такими кусками обжарила курочку сучку закинула все сюда в кастрюльку соль перец приправа для плова у меня и мать пол кубика до вяжем бульона закинула так сейчас это все заливают кипяточком еще сюда зелень было бы круто да но зелень у меня ромка не ест поэтому каждому в тарелочку можно было еще морковочку меленько до морковочку тоже рома не любит поэтому вот такая вот у нас будет курочка тушеный сейчас все это протушится до готовности картошки потом будет готова в принципе это недолго да ну что мне картошка это которая разваривается вот попала все картошечка наш готова разваливается вся я попробовала вилочкой вот так все правда не мешала еще под низом картошка видите какая все оставляем так ой и обедать мы будем позже выходим с ромашкой ромка пингвин взяли с собой пакет думаем что-нибудь наберем в общем пойдем по карнавалим он уже народ там собирается что-то сказали по той стороне будет карнавал ну вроде как как обычно ром ну чё как думаешь наберем конфет мы если честно не за конфет идем на так просто посмотреть как там ребенку показать он любит такое дело старший наш тоже убежал но не знаю он сказал может быть на карнавал приду может не то что-нибудь вам поснимаем а первые конфеты Ты топчешь конфетку, смотри, у тебя под ногой конфета Субтитры сделал DimaTorzok 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 как обычно отпускали в общем так себе ромка набрал конечно конфет но там он с одноклассником рядом стал этот хитренький все конфетки себе быстренько шишу кромку пока сориентируется уже там ничего нету но ему помогали это мы помогали ему втроем мы собирали там одна моя подписчица была юра привет и она вот дочь ее там ходила и она ему закидывала нет нет и я ромка закидывал и ромка собирал вот мы втроем покажу что она собиралась вам покажет как бы собирала улов свой там еще что-то лежит тонком внутри фона на 1 бомбиршин вот все что мы насобирали тогда но он довольно вам понравилось да он потом не говорит вам может и собирать уже хотя мне пакет отдать сама гор ты собирай давай я говорю нет давай ты ты же пришел собирать вот сколько 4 попкорна маленьких это что такое бретцеля можно вот ты же покушал супчик молодец ромка поел перед тем как идти я его накормила потому что знала потом сладости он не захочет очень то есть эти чупа-чупсы как всегда дешевые он разбитые все ну там вот эти конфеты мелкие мы сейчас шли с другой стороны даже их никто не собирал там прям заваленный валялась так но у нас там все подобрали где мы стояли вот ведь это что-то паркался какие-то все сладости мелку кидали шоколадки были но нам не досталось и марсы были маленькие это все из богатства что было там такое побогаче что было а в основном вот все вот это или мишуру вот эту кидали как его открыть как обычно давай руки мы сначала помоем потому что там не ты давай руки помой потом будешь они что бактерии сидят весь улов обещала девочки показать вернее спрашивали у меня про этот сухой шампунь вот этот от альверда вот этот который в прошлый раз в дм покупала в общем он мне не понравился я не знаю сегодня попробовала вчера вечером помыла голову встала у меня какие-то сосудки опять я думаю ну попшикаю здесь немножечко что для объема волос в общем трясу его как обычно да ведь смотрю что-то как будто какая-то пыль с него потом оказывается вот так открываем может быть нет просто бракованный попался открываем он здесь полу открученный в общем внутри просто как как этот к пудра просто лежит нажимаю на него и оттуда просто пудра вываливать я вот говорю может мне попался какой-то просто бракованный сейчас и попробовать открыть одну руку неудобно смотрите вот тут такая штука я не знаю кто пробовал напишите мне может правда просто бракованный попался какой-то сейчас попробую я вышла просто с ванной у меня там машинка стирается чтоб не шумела дверь закрыла так сейчас куда бы сделать как бы сделать сейчас я вам покажу на столике нажимаю оттуда вот просто туда высыпается вот она вот так вот на волосах распределяй сам как хочешь не знаю мне это не понравилось я сразу хотела его выбросить не знаю оставила думаю попробую следующий раз мы спичем ну как-то нет знаете я такого раз потом немножечко этот растребушила его вроде как разошелся прям вот белое пятно как будто муки на головке насыпали просто и все так что мой отзыв негативные этом шампуне всем привет ребят да и мне еще посоветовали один как он называется это пенка да такая как тоже как сухой шампунь только пенка сказали что хороший я еще такой не пробовала но говорят что хороший что его наносишь единственное нужно потом феном посушить после этого как нанес как бы удобнее конечно на пшикал и пошел до чем сушить потом еще но не знаю надо попробовать как-нибудь потому что несколько человек посоветовали сказали что это лучше чем сухой шампунь так что в любом случае нужно будет попробовать сказали стоит деми там же где и сухие шампуни вот эти все тот другой вот все которые я от болею пробовала мне тоже написали вам сделать тише от болея мне написали что не всем нравится но мне пока что я вот который брала мне нравится вот единственное который мне не понравился я вам показывала его в дэйминут как бы это это один только был как одна бутылочка сейчас я вам покажу ее который мне не понравилось стирала сейчас я вам покажу вот она вот вот это вот бутылочка вот он мне вообще не понравился он получается знаете какой как будто вот его на пшикал и волосы у тебя колом стали как будто бы они жирнючие жирнючие нет жирнючие пересушенные какие-то я не знаю прям колом стоят мне мне вообще он не понравился абсолютно не это не моё нет а вот этот вот вот этот я вот сегодня его попробовала тут я еще не пробовала его партнер стоит а ну как бы нормально до этого болеют уже брала разных с кокосом и какой-то еще там брала вроде как нормально так вот так что так что не знаю вот кстати вот это вот хорошая штучка мне мне нравится это мне попалась в календаре кида рождественском будешь про и вот это классная штука скупаешься попшикаешь так приятненько но кожу не стягивает приятно так хорошая штучка вот так вот что еще вам показать я не знаю ну все наверно промазка у нас уже вечереет пять часов или сколько там или шестой час уже приехали в магазин надо же купить нам водички хлеба в общем нет я ждала когда карнавал закончится потом что мне лень было сейчас вот только собралась ромка со мной собрался вместе так ромка помогать маме водичку брать и зачем я значит а потому что хал с собой как такое нюшное а для чего это не одну такую без газа Ромка, тут хлебушек режем. Ромка голодающий. Можно, говорит, мне под Ромку сосиску? Сосиску с булочкой. Это не под Ромку. В общем, закупаемся. Мы с Ромкой. Смотрите, какая машинка у нас тут стоит. Восьмерка или девятка, как она там называется? Девятка, девятка старая. Бабулька немка на ней ездит уже много лет. Сколько я в Германии живу, столько она, в общем, на нем ездит, на этой машинке. Так, мы с Ромкой закупились. Сейчас покажем вам, что купили. Не балуйся, ну тележка едет, слезь, слезь. Прям слезь, тяжело. Иди сюда, будешь помогать мне. Закупились мы ненамного, на 67 евро. И у нас еще был купон 5 евро скидка. В рекламе мы вырезали эти купончики. Я думала, они в этом тоже есть в приложении. Нет, в приложении не было почему-то. Ну и я отрезала их, в общем, и положила портманы себе, да? Первый купон. Рома, я открываю машину. Аккуратно. Отойди. В общем, прошло. Что купили? В общем-то, практически ничего. Куда ты собрался? Подожди, Роман. Куда внутрь хочешь? Аккуратно только. Сейчас покажу вам. Роман тут у меня в багажник полез, хочет там сидеть. Сиди аккуратно. Давай яйца будет подавать, ты будешь лежать. Хорошо? Так, начинаем. Мешки для мусора купила. Вот такие вот, 120 литров. Сколько здесь? 20 мешков. На, я вчера просто перебрала. Ой, ой, ой. Перебрала Давида, Давида шифонер, вещи. И вот надо в какой-то мешок скинуть их, ну туда, в общем, в контейнер. И нет, нету дома мешков, поэтому. Картошечку взяла вот такую, которая разваривается. Вот она, вот она. Мелик. Кухон. Так, капустечку взяла вот такую красную. Давно не брала, миллион лет. Решила взять салатик какой-нибудь сделала. Потом вот эти по 69, по-моему, или 65. Сейчас были мелко булочки. Детям взяла две упаковочки. Потом яблочки вот такие взяла. Они мне нравятся. Их обычно с чайку, прикуску. Потом вот такой кетчуп. Рома только такой есть. У нас только Рома кетчуп есть. Ну и Давид бывает, что он когда там что-нибудь такое с кетчупом редко-редко. Манголинчики. Да, булочку ты с этим, с сосиской. И одну схомячил. И одна еще есть. Ну почти хот-дог. Огурчики. Потом дорого, ужасно дорого. 5,29. Вот это 400 грамм. Ну что-то мне так захотелось. Думаю, с чайком она такая крупная, красивая. Ну и в общем взяла. Чем крупнее, тем она слаще, да? Тем вкуснее она. В общем, захотелось взяла. Ромка попкорн на взял. Потом вот такие вот тоже флипс. Он тоже взял Ромочка себе. С Давидом будет вместе. Потом вот такая колбаска. Такая колбаска. Такая колбаска. Мы взяли. Сейчас я возьму другую корзинку. Еще виноград вот такой взяли. 1,69 по-моему нам стоит. 500 грамм. Рома захотел мороженое вот это. 3,59 он, по-моему, сейчас стоит. Вот такие помидоры взяли. Потом что еще? Киви. 3,49 по-моему. Если не ошибаюсь, булочка. Ромашки завтра в школу. Вот еще сосиска с булочкой. Такая. Это хот-дог. Хот-дог, ладно. Хлебушек. Хот-дог немножко другой Ром. Это Рома взял себе. Так, это я взяла свеклу. Свежую. Потом морковь свежую. И булочки замороженные. Вот так вот взяла. Вот. Ну и водичку. Такую и такую. Все, это вся наша закупочка. Все, сейчас поедем с Ромкой домой. С Ромашкой приехали в ДМ. Сейчас фотографию нам надо на паспорт Ромки сделать. Собираю, собираю. Все постоянно. Никак. Сейчас пойдем. Я его, кстати, вчера подстригла. Пошли. Сюда, Роман. Рома. Сюда. Ну не балуйся. Кстати, вот тут вот можно это посмотреть. Пену, которую сказали. Шаум вот этот. Трока на шампун. Шпрей. А я не вижу, где он такой шаум. Я такой не видела. Трока на шампун. Тоже шампун. Шампун. Вот он, шампун. Вот от Эльверде Шаум. Наверное, вот от других фирм. Ну ладно, в следующий раз. Смотрю. А вон внизу это что? Это лаки. Там шаум такой. Лумен. Люфт. Мус. Вот это вон, наверное, есть. Мама, почему поломалась? Поломалась, наверное. Пойдем-то. Постараемся сделать. Никакого цвета. Вот здесь. Я сделаю сейчас фото. Здесь попросим. Сделайте. 7,95 стоит. А здесь. А в глобусе 9,95 стоит. Да. Пойдем посмотрим, позовем кому-нибудь. Пается, в общем, не получится у нас сделать сегодня фото. Не работает у них. Завтра придет у них монтер и сделает. Или как-то. В общем, не работает, сказали. Пойдем. Пошли. Ушла, Ась. Пойдем. Ромаш. Мы с Ромашкой дома. Захотелось нам мороженка. Рома с мороженым. Я. В общем, пломбир. А? Мне нельзя мороженое. Ты жальничая, что ли? Нет. Ты же самое жаркое. Жаркое самое? В общем, это мое самое любимое мороженое, которое есть. Пломбирчик. Другое как-то я так равнодушна. Ну, положи, Рома. Положи, я потом уберу. Просто вот ванильное. Ванильное пломбир. Так что будем с Ромашкой мороженым кушать. На сегодня я с вами попрощаюсь. Увидимся с вами завтра в следующем видео. И всем пока-пока. И всем пока-пока. Не болейте, самое главное. Да. Да. Субтитры подогнал «Симон»